Привет, дорогие друзья! Вы на канале Монитомания, и это первый выпуск в этом 2022 году. В этом выпуске хочу вам показать монетный брак, который может стоить дорого. Он появляется как на монетах Украины, так и на других монетах. Вообще, монетные браки появляются в результате различных нарушений на производстве на монетном дворе. И этот брак у нас выглядит вот так. Посмотрите, это на современных монетах 50 копеек 2008 года. Видите, здесь производство на Национального банка Украины. Видим такое обозначение. И мы видим вот такое вот отличие. Этот брак называется чеканка вне гуртильного кольца. Действительно, такие монетки можно найти в обращении, потому что они каким-то образом попали туда. Хотя технологический процесс должен отбраковывать подобные вещи. Они встречаются и на монетах других стран. Вот, например, в данные примеры вы видите и 3 копеек, и 10 рублей. И сколько же стоит подобный брак? Цены можем посмотреть, например, по продажам на сайте Виолити. Здесь у нас незначительный брак. Вот такая вот у нас чеканка вне гуртильного кольца. Порядка до 300 гривен, 253 гривны. Если значима, видите, здесь такая погрешность. И визуально прямо такую монетку хочется разместить в своей коллекции, потому что прям сильно виден этот брак. Она может стоить больше 700 гривен. На самом-то деле все зависит еще и от интереса, желания положить данную монетку к себе в коллекцию. То есть бывает, что и 1000 гривен набирает, бывает и меньше, бывает и больше. Ну, все зависит, конечно, от номинала. Можно ли встретить такой номинал в обращении еще где-то. Или только уже покупать у тех, кто собрал данную коллекцию, у тех, кто скупил подобные браки. И потом их ждет период, когда их можно будет продать. Могут быть, конечно, браки совсем незначительные. Вот видите, как здесь, на этих 5 копейках. Ну, такие 5 копеек уже в обороте не найдешь, как и 25 копеек. Но в целом те люди, которые начинают собирать подборку данного брака, они пытаются собрать именно по всем номиналам. То есть 25 копеек, 10 копеек, 50. И вот цена примерно вот в таком формате 250 гривен, чуть больше. Бывают разные года монет. И, конечно же, когда ты собираешь данный брак, хочется собрать себе именно в разных годах украинские монеты и в разных, собственно, номиналах. Конечно, самые частые, вот я как видел по продажам, это были 25 копеек. Вижу, что и 10 копеечные монетки встречаются. Мы видим, цена на них немножко побольше, потому что не так часто такой брак, видимо, находится. Потому что монета очень мелкого размера. И нужно все-таки уметь следить, заметить, как это происходит. То есть люди видят на базаре или где рассчитываются мелкие, что что-то с монетой не так. И начинают разбираться. А если совсем мелкий номинал, они даже не обращают внимания. Наверное, по цене самая дорогая, это самая крупная монета, это 1 гривна. Как мы видим здесь, с 2002 года такая гривна была выстроена буквально недавно, 25 января. И мы видим очень заметное смещение. 2000 гривен цена была выстроена на данную монету. Но мы видим, что лот был не продан. Хотя я бы ориентировался примерно на такую цену, потому что не часто именно гривны бывают со смещением. Вижу, продавец уже не перевыставлял данный лот. Возможно, поступили какие-то предложения в личку, что продайте за 2000 гривен или за 1500 гривен. То есть вполне это может быть таким моментом, если монетка не перевыставляется. Скорее всего, кто-то ее заметил и напрямую попытался связаться с продавцом. Хотя данные направления я не коллекционирую. Хотя, я думаю, есть огромное количество людей, которым было бы это интересно. И напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу вот такого конкретного брака. Возможно, встречались вам новые монеты 50 копеек 2008 года или какого-то более нового с таким вот браком. Если были, пишите мне, конечно же, в Instagram прислать ваши фотографии. Возможно, что-то я приобрету для своей коллекции. Хотелось бы, конечно, что-то более такое конкретное, значимое, что сразу можно заметить. И спасибо, что смотрите канал Монетомания. Подписывайтесь на него. Здесь будут выходить новые-новые выпуски о монетах. Всем удачи и фарта. Удачи. Пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok